Очередное и совсем недолгожданное увеличение оплаты за коммуналку. Так, более чем на 5% с 1 июля выросла стоимость гигакалории у барнаульской генерации. За тепло платить больше придется и жителям, которых обслуживает МУП «Энергетик». С 1 июля также подорожала холодная и горячая вода, водоотведение. Теперь за кубометр горяченькой, например, мы будем платить 138 рублей 63 копейки, что почти на 6 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Электроэнергия подскочила сразу на 4,9% для тех горожан, у которых установлены электроплиты. Остальные будут пользоваться светом и прочими электроприборами, заплатив за киловатт-час почти 4 рубля. С 3 июля проверять водителей на состояние опьянения будут по-новому. К привычным методам тестирования добавили еще один. Теперь подозрительного шофера попросят не только выдохнуть валкотестер и сдать анализ мочи, но и кровь из вены. Эту процедуру выполнят врачи в ближайшем медучреждении. Достаточно 0,3 грамма на литр крови, чтобы получить штраф в 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от полутора до двух лет. И еще. С сегодняшнего дня работникам бюджетных организаций будут переводить заработную плату исключительно на карту МИР. Виза и Мастеркард для подобных операций остались в прошлом. Эти счета иностранные, но такие с 1 июля банкам запрещено перечислять деньги. Многие организации уже перевелись на МИР. Если же вы получили зарплату на прежние карты, специалисты советуют обратиться в банк с заявлением о переводе денег, иначе ваши средства вернутся обратно в бюджет. Елена Кузовкина. Наши новости. Продолжение следует.